здравствуйте сегодня у нас 3 число приехали заправиться и купить газ кстати вот те варежки и которые мне прислали это из германии это не для душа там не написали что для ванны там для душа нет это для того чтобы мыть машину я все никак не не могу запомнить что надо лёша положить их в машину сейчас бы как бы можно было бы хорошо помыть ими а я забыла от лёша начали сейчас за бензин заплатит и за газолину они это дизель все голове все перебрала просто снимают в душ мне это очень нравится здесь видите можно мыть эти велосипеды там еще мне кажется это восхищает что есть место где можно спокойно все это помыть никто не будет на тебя ругаться или это и штрафами грозить люди а здесь машину здесь моют машину евро стоит каждая позиция можно сразу же помыть есть сразу же с мылом 1 евро стоит сразу с мылом помыть а потом это насухо протереть и все а можно из начать с мылом помыть и потом еще водой окатить ну вот стоить будет 2 евро в общем нас предупреждали что немножко подороже станет но всего на на 70 сантимов всего зарубь ну ладно все равно там когда мы ездили раньше там вообще почти 19 было здесь 13 дешевле прошлый раз двенадцать с чем-то было да да конечно на 70 сантимов подорожат что-то я так весь день спать хочу не знаю что такое с утра встала и все ничего все хожу издеваю все спать хочу и спать хочу до меркодона я видео снимаю значит разболтает 5 секреты он там хочет не знаю так просто окрестностей вам показ хунда и видите ладно вроде не знаю насколько это впечатление что вроде это движуха началась немножечко но хоть немножечко что-то начал шевелиться кстати спрашивают как у нас вакцинация проходит в общем вакцинация у нас проходит но все жалуются что она очень как бы медленно проходит а медленно она у нас проходит потому что он не хватает вакцины не хватает вакцины и из этой ситуации значит это как только европа узнала что это привив это вакцина спутник 2 прошла значит проверку в европейской там комиссии не началось заклад и что это наша вакцина уже все прошла три стадии то есть третья стадия уже завершена все правильно то они решили ну тоже принять нашу вакцину вследствие того что ну не успевают это америка и германия ну в общем поставлять вакцину а россия может поставить ее прямо сейчас и они ничего никогда не говорила что наш наши врачи хуже там или нашим да наши всегда всех лучше всегда я это говорю я просто тогда сказала что просто повторила что сказали значит и испанские ученые там медики комиссия что вакцина не прошла третью стадию не прошла третью стадию и поэтому ее пока воздерживались покупать а сейчас когда она полностью ну как говорят полностью готова хотя все вот эти медики и все говорят что ну как бы вакцина не может быть за такой короткий срок быть готовой нигде ни в какой стране это ларока гросса гора где наши знаменитости живут точнее там актер два актера живут вернее купили там просто тут красивая такая местности хочу показать что не будем жить чем туда поворачиваем что по центру города ты уж поверну по центру просто люди просят чтобы я показал герой дымар там этот эль-мали до а эль-мали там да вот риерал а вот мали вот с этой стороны риерал а с той стороны мали даже эль-мали никакого отношения не имеет в барселоне вообще никак такие у меня умники блин на канале сидят эль-мали сказали что в барселоне находится есть эль-мали в барселоне есть там но там где мы с тобой ехали в консульство это ведь не было эль-мали нет вот так что я не знаю чертичу вы думаете а сегодня у нас среда до вчера или рынке у нас запрещены что у нас за повтор был рынок не знаешь он сколько машин стоит чего вы говорите что это все заставлено машину а мне пришло это приглашение из бассейна типа спешите записаться на сентябрь то есть значит бассейн закрыт да они же все под закрывать вот в общем знаете вообще вообще это не курсов никаких нет не бассейн не работает на тос на улице не бассейн не работает вот вот чем заняться вот тупеешь просто я сегодня значит нашла эту телеканал на французском языке и вот я его сегодня целый день слушаешь ну чтобы окончательно вообще не забыть французский язык то есть вообще сегодня решила заставить себя вот это а то вот знаете лень она прямо сжирает все это сидишь ничего не охота делать и и так странно когда ты чем больше ты не работаешь тем больше вообще потом ничего делать не охота ну сейчас это я скажу честно что вчера я смотрел по новостям телевизион но конечно были разговоры про нашу страну про все что нас проходит и вообще вещи и и другое было сказано что уже стали уже появляется уже обращение наших политиков и определенных структур по поводу святой недели маны санты и чё говорят говорят что ну как сказать что терпение у народа уже кончается что один год мы уже такое люди должны жить поэтому поэтому нечего взялись принимать все вакцины подряд которые надо да я тоже рассказал про русскую вакцину и так как русская вакцина уже прошла третий вот этот какой-то там цикл понимаете дело в том что несмотря на и не только русского не приняли они китайскую тоже приняли не думать что может может быть кому-то кажется и вакцины подозрительно но если они уже прошли европейское медицинское обследование и третью фазу уже прошли все уже не страшно что нет спутник 2 никто приняли и спутник 5 не спутник 2 спутник ли я сегодня просто передачу смотрел и на испанском я смотрел и я потом посмотрел на французском они одно и то же говорят что спутник 2 это вакцина она как бы очень хорошо работает на пожилых людях вот типа что ее хотят закупить именно для для пожилых я я не врач я вообще никогда ничего от себя не говорю люди мои дорогие я просто пересказываю что что говорят испанские врачи там еще на меня кидаться и меня оскорблять я вот как транслятор чё услышала по телевизору то вам и передала ну знаете ситуация же меняются и то есть раньше она не апробирована была наша вакцина а сейчас она прошла апробацию пожалуйста чего-то я буду не буду гордиться своей страной что она выпустила хорошую вакцину давить у меня так это не вызывает не раздражение наоборот это вызывает гордость что люди в таких ужасных условиях когда не совершенно медицина заброшена там научные исследования все это все деньги не будем говорить кто пригреб вместо того чтобы вместо того чтобы остаться в ум как бы в памяти народа тем чтобы ну это как бы поднял науку или там медицина так он останется в памяти тем что вот настроил каких-то замков блин вообще нет он останется в памяти извините названием аква дискотека нет или еще отравителем на вчера орали отравителем что он в памяти у людей останется отравителем царьком ну я не знаю ну я опять скажу что я просто транслирую то что я вижу кругом некоторые думают что на самом деле вот этим я поддержу сейчас станем канал потому что я не хочу вам сказать правду такую что если вы хотите знать то youtube это не это никакая не агитация это никакая не пропаганда чего-либо понимаете мы видим что происходит нашей стране когда все происходит вот так что происходило последний не но мы должны как люди которые живут и мы русские которые живем за границей те же самые которые живут германии те которые живут в америке у них должно быть свое собственное мнение а не то что мы агитируем кого-то бежать на какую-то площадь и орать за кого-то либо нет это кажется человек сам решает а каждый человек должен сам решить для себя во что на самом деле он верит в правду или ложь или в кривду кривида и извините даже не вправду извините об аквадискотил поэтому что то говорит что агитационный канал нет он просто кто это такой же не просто я видел комментарии под моим видео даже забить поэтому извините мы высказываем просто его мнение некий это канал моих моё мнение все но мне сейчас обидно что хотя 2021 год у нас наступил закрыли да нельзя потому что наружу ой да блин а вот и я ну как сказать что сейчас 2021 год но то что я видел последнее время столице в санкт-петербурге как ты мог видеть там нет других городах по телевизору и что показывали на канала это извините из 2021 года мы переместились обратно в 91 год видите мы вернулись тому самому то что было то есть нет 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 ты что там москва москва девяносто первом не какая бы и какая она сейчас о чем ты говоришь ты о политическом режиме говоришь ты так и должен говорить о политическом режиме и и знаешь это неправда вот я вам что скажу я вот смотрю вот этого максима кацца и сегодня я еще посмотрела будкова при ельцине была свобода слова была свобода слова мы мы когда на митинги ходили нас никто не лупил девяносто шестом году помните как люди сидели касками это где было в центре до в москвы касками то не шахтеры стучали их же никто я не помню чтобы их там менты по башке лупили этими ты это такой помнишь я не помню и еще ведь это показывали по телевизору показывали по теле показывали по телевизору как перекрывались дороги все показали и наш митинг когда мы ходили вот все все мы жмашем девяносто шестом или девяносто седьмом году я точно не помню уже то наш митинг тоже по нашему лудмурскому телевидению показали а сейчас же ничего не показал сейчас какие-то постановочные кадры там какая-то кухня смешно что там полицейский там кому-то что-то помог какую-то беременную женщину перевел а у нас а когда youtube показывают реальные кадры реальные с места события трансляции трансляция же не может быть порезанная люди дорогие кто не понимает трансляция это когда человек включает телефон включает трансляцию и вы видите в живом эфире то что происходит на самом деле как может быть youtube как может быть youtube зомбировать наше мышление как может вот смотрите сейчас я лишь не перебивай смотрите мне начали поступать что тебя тоже зазомбировал интернет что тебя зазомбировал youtube вот знаете зазомбировать может только как бы вещательные программы которые одинаково вещают понимать как телевизор как зомби ящик который одинаково вещает все программы говорят одно и то же все новости говорят одно и то же тогда можно зазомбировать человека но в ю тубе зазомбировать невозможно потому что youtube это свободная площадка и на ней все высказывают свое мнение кто же во что гораст на сколько этих мне мнимых вот этих политологов значит вылезла которые все сочиняют незачем как-то их король называют не помню конспирологами их называют да вот вы столько же есть всякие каналы кулинарный чего только нет и всему вас научат когда человек заходит в youtube он сам выбирает что ему смотреть сам ему не навязывают он выбирает сам и поэтому youtube вам зазомбировать невозможно это выбор человека потому что значит я я там выбираю политические программы моя подруга не буду называть вдруг обидится вызова смотрит этих конспирологов и все как в какие-то заговоры верит вот это вообще невероятно и она от не интересуется политика она вот все вот эти заговоры смотрит но ведь это же свобода выбор она же сама это выдумала смотрите эти конспирологов я такой не смотрю 3 значит там сериалы одни смотрят четвертые там какие-то эти дурацкие так шоу это вот реальные люди которые вокруг меня когда я спрашиваю то что смотрит на ю тубе так что ю тубом не можно и вот это дурацкий закон опять новые что значит там надо следить за детьми что они там смотрят в ю тубе законы что как вы проследить это это ж невозможно проследить ну что отобрать у ребенка компьютер так и одни скандалы будут он будет смотреть то что ему нравится именно youtube площадка тем и привлекательно почему так много людей стали смотреть youtube потому что она настолько разнообразная там выбрать можно все по своему вкусу ну вот если человек вот мы не интересуется политикой он не будет ничего слушать смотреть на ю тубе не будет ничего он не будет смотреть политику я живу по своим подругам знаю а я такое не смотрю а и кто это такой навальный не знает кто это такой а и все это вранье вот так вот мне отвечает даже я не я не могу быть зомбирована я просто мне нравится именно именно вот мне нравится смотреть что происходит стране что происходит вообще ну нашей жизни ну как то вот мне вот неинтересно не тряпки не шмотки не и сериалы дурацкие не ничего это не интересно вот ну отец у меня такой был он с утра до ночи новости смотрел и как-то я с детства вот тоже привыкла своим новости смотреть я все новости пересматриваю вот я с утра встаю начали испанские новости посмотрю потом каталонские новости потом русские новости и сегодня вот я еще полдня смотрела французские новости ну вот и и что вы скажете что меня youtube что ли за зомбируда с какого перепугу это просто на ю тубе человек сам выбирает что смотреть сам то есть получается я сама себя зазомбировал вот и все ну ладно до свидания пишите свои мнения спасибо за то что меня смотрите вот видите какой у нас подземный паркинг видите какой он большой не знаю стоят машины у нас дом пустой у нас барселонцы обычно приезжали раньше на выходные но сейчас все закрыто и они не могут приехать вот такой вот паркинг вот сайте вот эти большие трубы вверху это у нас канализация а вот это водопровод нет я не сниму вот это ведь канализация да вот это вот большая труба то есть у нас как бы коммуникации не под землей как в россии у нас же ничего тут не мерзнет поэтому все она наружу у нас тут коммуникации только вот они закрыты вот так вот и все